дорогие друзья добрый день я надеюсь что я вышел в эфир дождусь пока мне напишут что вы здесь со мной что вы все хорошо слышите поэтому жду от вас так обратной связи пишут мне привет а вот слышно меня или нет пока непонятно давайте напишите кто-нибудь что вы меня слышите и мы начнем добрый пишут смайлики шлют здравствуйте говорят а слышите или нет даже какие-то значки мы с вами слышим все хорошо замечательно значит я сегодня провожу в инстаграме лекцию которую обычно провожу в оффлайне с участниками первой ступени академии смысла красная таблетка но к сожалению я во-первых сейчас не в россии я в греции вот за тем самым столом за которым собственно красная таблетка когда-то и было написано вот и и во вторых у нас к вид вот и мы пока оффлайновые лекции к сожалению приостановили но надеюсь что очень скоро мы вернемся такой обычный формат и будем размещать эти лекции на ю тубе как мы любим то есть в общем надеемся что жизнь вернется свое русло и академики снова смогут встречаться значит такими большими коллективами пока они встречаются своих малых группах вот как и положено потому что есть требования нашего мозга наши группы не должны составлять больше пяти человек во вне и плюс еще я то есть надо собственно шесть человек в таких группах и происходит занятие в академии смысла но кто в ней занимаются про это хорошо знают вот для всех остальных вот я эту информацию доношу и вот дождался когда нас больше двух тысяч и поэтому давайте поговорим сегодня о лидерстве это запрос вот я честно говоря не очень люблю эту тему вот но поскольку меня спрашивают что я отвечу значит я сначала расскажу всякие разные теоретические части этого аспекта лидерство после этого перейду к вопросам которые мне задают опять же наши академики участники первой ступени академии смысла в санкт-петербурге в играх разума высшей школе методологии вот значит ну что такое лидерство значит лидерство на мой взгляд надуманная проблема но когда о чем-то начинают говорить очень серьезно и очень обстоятельно а если вы посмотрите бизнес литературу то она в значительной степени собственно говоря посвящена как раз теме лидерство если поговорить и с коучами там и с известными такими проповедниками бизнес-стратегий то они все говорят о лидерстве и это такое но на самом деле уже немножко устаревший тренд он появился в конце нулевых где-то 2007 2008 году вот когда это было поднято так сказать на знамя и все стали вот говорить про эту тему лидерство так я о чем если люди начинают о чем-то говорить значит с этим у них проблемы особенность нашего мозга состоит в том что когда у нас что-то есть мы не замечаем присутствие как известно в пословице да что имеем не храним потерявший плачем вот собственно говоря так и с лидерством когда лидеров было достаточно и когда эти лидеры были достаточно мощные проблемы с лидерством не возникало однако же когда ситуация стала меняться а меняется она кардинально те кто меня слушают знают даже что я ввел так понятие четвертой волны вот то флеш говорил о трех волнах аграрный индустриальный и информационный вот я говорю о том что мы оказались в новой волне мы производим человека нового нового свойства новых особенностей новых характеристик вот это цифровой человек и эти изменения в нас стали происходить еще на самом деле в середине восьмидесятых и дальше они просто нарастали и нарастали вот и по мере того как она нарастала происходил общий кризис лидерство как такового и лидеры стали пропадать вот я сейчас расскажу про лидерство которое появилось в рамках цифровых технологий такие лидеры как илон маск стимон джобс я не знаю тот же павел дуров там и так далее значит но это чуть-чуть другой разговор и так случилась вот эта новая история мы пошли в новое время в котором мы утратили авторитеты значит потому что раньше не встроился на наличии вот авторитетных фигур которые были звезды которых все боготворили были представители элиты которым так относились элита была разная элита была научная элита была государственная элита была сословная да вот еще вспомните как елизавета вторая какой была небожительницей каких-то там двадцать тридцать лет назад вот а сейчас в общем уважаемая но женщина историю которой сначала таблоиды рассказывали с леди ди и прочими всякими разными казусами внутри королевской семьи великобритании а сейчас и вот сериал корона netflix да превращает вот такую легенду в обычную женщину которые есть дети есть ее какая-то ограниченность восприятие каких-то вещей есть ее слабости и так далее то есть мы вошли во время когда все авторитеты из-за нарастающей вот такой информационной прозрачности да и утрате приватности которые мы все утрачиваем но когда мы утрачиваем приватность это мало кого интересуют когда приватность утрачивают авторитеты это интересует всех да и все сразу бегут смотрят тыкают пальцами и так далее вот и соответственно утрата авторитета в которые происходят в цифровом обществе, изменение вообще подхода к информации. Подход теперь очень-очень утилитарный. То есть мы находимся во времени, когда информацию можно легко получить. То есть раньше, например, были люди, которые были носителями каких-то знаний. И их уважали, их ценили за наличие этих знаний. А сейчас ситуация поменялась. Каждый может получить любую информацию в интернете легко, загуглив, Википедия в помощь. И, соответственно, люди перестали так восхищаться людьми, носителями сакральных знаний. Ровно то же самое стала происходить, такая же трансформация стала происходить в политике. Потому что раньше политики, опять же, играли на очень сложном поле. Сейчас политики играют на поле вот такого откровенного популизма, используя сиюминутные какие-то боли, проблемы населения. И на этом выезжая дальше. В том или ином виде это было всегда, но при этом все равно политики играли в достаточно сложную такую политическую игру. И вот эти победители, они, конечно, были лидерами. Разные Деголи, понимаете, и даже там и Кедеди, и даже Хрущев, понимаете, всех обыгравшие, кого только было возможно и нельзя, хотя казалось бы и так далее. Мы сейчас переходим к такому периоду, когда и в политике тоже этого нет. То есть, по большому счету, идет сглаживание вот этой лидерской ставки. То есть, если раньше лидеры, опять же, руководители компании не были создателями компании. Я почему сказал, что мы отдельно поговорим про цифровых лидеров, вот. Но если вы поговорите, вспомните всяких Фордов и, ну, любых, я не знаю, Диснея и прочие, да, это люди, которые и создавали компании, создавали бизнесы, да, и лидерство было вполне естественно, закономерно и так далее. Вот сейчас, опять же, подчеркиваю, из-за вот такого утраты этого стержня великий философ французский Жиль де Лёс на волне вот всех перетрубаций, которые переживала культура в конце 70-х, в начале 70-х, сказал, мир утратил свой стержень, утратилась эта вертикаль, вот, из-за, опять же, утраты приватности, из-за доступности информации и так далее, и так далее, и так далее. И в целом из-за высокой требовательности людей к лидерам, да, теперь, потому что от лидера требуется невозможный быть сверхчеловеком. Вот, понятно, что любой лидер – это всё равно человек, вот, у него есть слабости, у него есть… он допускает ошибки и прочее, и прочее. Поэтому сейчас всё это, так сказать, уже народ более требовательный, так скажем, к лидерам, и поэтому лидерам быть сложнее. Вот, так, соответственно, вот эти пик запросов в лидерстве, значит, он стал, почему так очевиден? Потому что общество перестало быть, вот, вертикально устроенным, оно стало превращаться всё более и более в горизонтальную штуку. Вот, и, соответственно, стало, ну, без лидеров же сложно, потому что лидеры – это те, кто берут на себя ответственность, те, кто говорят, как будет. Это очень важно, да, нарисовать такой перспективный образ будущего, в который люди там рванут со страшной силой. Вот. Ну, то есть лидеры должны быть, должны быть, да, они нужны, в конце концов, мы тоже социальные животные, стайные животные, нам нужен вожак, вот. И всё человечество, понимаете, что такое религия, да, это, опять же, обнаружение каких-то лидеров, находящихся вот в трансцендентном, да, мы им присваиваем вот это слово истинное, да, мы служим им в церквях, храмах, там, мечетях и так далее. Вот. Вот это такая история, мы, нам нужен этот верх, нужен этот лидер, вот. А само общество начинало, стало пожирать лидеров. Всё, что оно стало делать, оно стало уничтожать вот эту, то, на чём раньше, на этой загадке, тайне, особенности, на чём раньше лидерство зиждилось. Вот. И, соответственно, это всё стало происходить ещё, как я говорил, вот в конце 80-х, в начале 90-х. Вот. После этого происходит, как бы, некое восстановление. Это восстановление было связано как раз с тем, что цифровые технологии превратились в индустрии, вот. И именно эти индустрии породили, как бы, вот этих новых культовые фигуры, вот, типа Джобса, Цукерберга, Брина, там, и так далее, да, вот, всех основателей Безоса, основателей Амазона. Значит, вот появился вот этот, вот, новая генерация лидеров, ну, вот. Но если бы, опять же, Гейтса забыл, что, в общем, крайне несправедливо. Но это лидеры уже другого характера. Это лидеры, которые, лидеры не в социальном смысле, а в смысле влияния. То есть это, ну, может быть, Джобс в этом смысле такая особая фигура. Мы поговорим про различия, про разные типы лидерства сейчас. Вот. Но в целом, если говорить про, вот, лидеров этой новой генерации, они скорее создатели уникальных технологий, вот, создатели уникального совершенно продукта, вот, который сделал их лидерами, как изобретателей, да, потому что они действительно что-то такое придумали, а новые экономические условия позволяют такому придумщику успешному и удачливому, надо признать, потому что Цукерберг не придумывал социальных сетей, Джобс не придумывал айфон, программировать и создавать какие-то платформы, начали еще и до, создавать компьютеры, стали еще до Гейтса, там, и так далее, и так далее, но вот они такие удачливые молодцы, которые смогли аккумулировать эти технологии вокруг своего имени и стали лидерами вот такого новой генерации. Но это не лидеры, которые ведут за собой, да, в том виде, в котором мы себе представляем обычно лидеров, как бы, как социальную функцию, да, потому что лидер с точки зрения социальной, это возможность, талант влиять на людей. И вот эти таланты, влияние на людей, они у лидеров отличаются, отличаются очень закономерно, значит, лидеры есть разного типа, вот, я об этом достаточно подробно писал в книге «Троица», вот, потому что, что такое, знаете, выдающиеся, отличающиеся от других люди, вот, это люди с каким-то специфическим способом видения реальности. И вот три фундаментальных, базовых радикала создаются, как бы, вот три разных центра разных центра этого лидерства, да. И вот, если мы говорим про эти три разных полюса, на которых может формироваться лидерство, то у нас есть лидерство такого вот конструкторского типа, да, это когда люди способны действительно создавать очень сложные вещи, вот, вот, обеспечивая таким образом огромное количество людей, работой, занятостью, и, значит, эти лидеры хорошо вам, опять же, известны, потому что к ним относятся как раз и Гейтс, и Цукерберг, и Илон Маск, и так далее. Вот, это такие инноваторы, вот, за которыми идут другие люди, потому что эти инноваторы создают для них возможность работать, создают рабочие места, создают возможности, создают для реализации, там, и так далее. И вот это такой конструкторский, шизоидный тип лидерства, да, дальше лидерство есть такое аффективное, эмоциональное, да, значит, есть лидеры, которые способны нарисовать совершенно фантастическое будущее, вот, и сделать это, причем не будущее, как Маск рисует такое, да, а ваше личное, если вы пойдете за ним, да, вот, идите за мной, и вы будете избранными, значит, вот таких лидеров к ним относятся в частности Стив Джобс, почему я его отдельно выбирал, вот, и очень много политиков, которые, значит, играют на этом поле, они как раз в большей степени такого популистского характера, да, потому что им самим очень хочется нравиться аудитории, они получают от этого огромный восторг, вспомните вот эти знаменитые конференции Apple, которые, каждая из них превращалась вот в такое культовое действие, по сути дела, такая месса, супер-мега-месса происходила в церкви святого Стива, вот, то есть, это фигуры, способные восхищать, да, и Стив Джобс отличался, просто если взять его как пример, да, он отличался совершенно страшным характером, значит, от него страдали все сотрудники по периметру, вот, он был очень сложным человеком, вот, но он умел восхищать, он умел создавать ощущение вот этой избранности, исключительности, значимости, ценности, там, и так далее, и среди таких лидеров, вот их много в творческих, кстати, специальностях, потому что такие лидеры способны толкать большие художественные проекты, там, и так далее, вот, именно, вот, поскольку этот рефлекторский радикал связан с половым инстинктом, значит, с этим, как бы, трансформированным у человека, вот, в такое, как бы сказать, некий эгоцентризм, вот, я здесь не обсуждаю, я просто рассказываю, да, вот, мы же цепляемся на что-нибудь необычное, дай вам рядового человека, ну, разве он сможет стать лидером для вас? Нет, у вас станет лидером какой-то человек из ряда вон выходящий, специальный, значит, ну, в каком-то смысле нездоровый, да, значит, соответственно, вот, есть у нас с вами лидеры вот такого рефлекторского характера, вот, которые, так сказать, жгут и этот, со страшной силой воодушевляют и жаждут вот этого восторга аудитории, да, и, наконец, есть третий тип, центристский, да, потому что, как мы знаем, есть три базовых радикала, конструкторский, рефлекторский, центристский, да, связанный изначально, как бы сказать, сущностно, да, с шизоидностью, стероидностью и невротизмом, вот, и этот третий тип этих центристов, он в большей степени политический, я, мне, у меня была приятная возможность редко познакомиться с людьми, которые политиками еще старой эпохи, Михаил Сергеевич Горбачев, Виктор Степанович Черномырдин и так далее, очень большой аспект Зюганов, Геннадий Андреевич там и так далее, то есть, вот, я посмотрел на все, близко на эту плеяду политиков и я вам должен сказать, что вот это всегда вот такой центристский радикал, да, то есть, это, если для конструктора он создает возможности и все просто хлынут в эту появившуюся, как называют, голубой океан, значит, дальше рефлекторы со своим вот таким художественным запалом, с этой эстетикой избранности, воодушевления там и так далее, и центристы это сдержки и противовесы, да, центристы это очень социальный тип, центристы это люди, которые видят весь набор мотиваций, взаимосвязей между людьми, вот, и когда у вас есть там некий коллектив единомышленников, то его могут вести или очень выраженные рефлекторы, или очень одаренные вот этой социальным зрением, да, способностью вот превращать theory of mind, да, сознание, что другой человек обладает своим собственным сознанием, своими собственными мотивациями, своими собственными характеристиками, значит, вот этих вот людей с этим социальным видением, вот, они, ну, понятно, что они в разных организациях могут быть успешны, вот, но в целом это такая очень политическая штука, да, значит, вот революционеры, они больше рефлекторского типа, как Борис Николаевич Ельцин, а Михаил Сергеевич Горбачев, он вот наоборот был центристом, пытался найти вот эти системы сдержек и противовесов и как-то продолжать удерживать политическую структуру на плаву, ну, иногда бывают исторические периоды, когда это невозможно и рефлектор получает возможность, так сказать, пробиться, вот, ярко сгорает в этом потоке, почему революция всегда пожирает своих героев, потому что рефлекторам важно победить, вот, а там трава не расти, они про это еще не думали, вот, потому что в этом не их сильная сторона, вот, если вокруг них оказываются рефлекторы, эти центристы, тогда рефлекторы могут продолжать как бы куролесить, вот, рядом с ними появятся центристы и конструкторы, вот как с Борисом Николаевичем например было, потому что Виктор Степанович Черномырдин, который по сути дела стабилизировал всю политическую систему, был центристом, вот, младые реформаторы, они все наперебой конструкторы и рефлекторы, вот, то есть они создавали эти голубые океаны новых возможностей, Гайдар, Чувайс, там и так далее, вот, Немцов, вот, Борис Николаевич мог на этом фоне, так сказать, двигаться дальше, вот, насколько ему хватило здоровья тогда, вот, поэтому, вот, есть три типа лидерства, вот, и если меня спрашивают, как бы сказать, как стать лидером, то прежде всего нужно понять, какой из этих ваших радикалов является ключевым, ведущим, кто вы, да, что, в чем ваша фундаментальная потребность, значит, она или вот в создании чего-то такого интересного, да, что привлечет других людей, потому что создаст большое количество возможностей, да, создаст большое количество рабочих мест, большого количества каких-то проектов, которые могут в рамках вас происходить. Вы в этом смысле не должны никого зажигать, вот, если вы создаете, открываете то, что в бизнесе называют голубым океаном, да, то есть, вот, некой сферой, в которой еще, в которой есть спрос, он еще был латентный, он не был выявлен, и сейчас его выявляют, и, соответственно, дальше его реализуют большое количество людей, да, или вы способны генерить такие штуки, такие, видеть эти голубые океаны, вот, или же вы вот такой больше рефлектор по натуре, вы способны зажигать, вдохновлять, правильно, так сказать, стимулировать, ну, там, условно говоря, да, что такое, вернусь к сиву жопсу, как к примеру, да, но по большому счету человек ничего не придумал сам, да, то есть все технологии, которые отличают Apple, вот, это технологии, физически созданные другими людьми, он умел взять, и возникая, и не возникая, там их куча людей, делал iPod, те, кто делали iPhone, там, и так далее, притчевоязыцах, как ему, Джобсу не показывали прототипы iPhone, вот, ровно, вот, максимально не показывали, вот, боясь, что он, как бы, со своим категорическим, вот этим, каким-то, измышлением скажет, что все, это ерунда на постном масле, дрянь, вот, он был резок в выражениях, вот, и, то есть, это делали другие люди, но они были вдохновлены идеей Джобса, видением Джобса, как бы, его чуйкой, вот, какой-то такой общий, да, вот, что вызовет у людей ощущение восторга, вот, и Джобс, со своей стороны, умел таких людей привлекать и мотивировать, да, вот, возможно, у вас такой лидерский талант, да, вот, наконец, третий тип центрации, третийский, вот, это человек, социально, лидер, да, с очень высокой степенью способности организации именно команды, да, что такое организация команды? Организация команды – это создание таких отношений между людьми, при которой их сильные стороны являются взаимодополняющей функцией, а слабые стороны взаимно уничтожаются, и вот, как раз центристы, лидеры-центристы выигрывают за счет того, что очень хорошо понимая людей, с которыми они работают, они могут найти такой способ их взаимодействия, который мультиплицирует таланты и способности этой команды, вот, и зачастую такой центрист выступает, видим, медиатор, вообще талантливые, одаренные люди очень с трудом вообще в принципе друг с другом коммуницируют, это понятно, это естественно, в этом нету ничего такого страшного, ну, да, вот, и дальше задача центриста состоит в том, чтобы перевести все, если команда все-таки делает общее дело, транслировать, быть медиатором этого взаимодействия с тем, чтобы сохранять осмысленность деятельности и чтобы все люди думали, что, ну, да, все правильно, все происходит, вот, для этого нужен транслятор, вот, большой объем социальных навыков и способностей, вот, значит, поэтому есть эти вот три типа лидерства и важно определять, что является вашей сильной стороной, потому что построить здание собственного лидерства не обладая вот какой-то такой одной из этих трех конфигураций, вот, не используя ее ресурс, ее движок, да, потому что в конечном счете что такое необычные люди, да, средний человек, он находится в стабильном состоянии, да, значит, его жизнь, она определяется скорее колебанием маятника истории, да, вот, люди, которые отличаются от других, они не могут устояться в среднем, да, они все время как, у них собственный маятник, они все время промахиваются мимо этого центра, потому что они вот такие, маятник, я когда провожу лекции или занятия с, будем так, с лидерами, с бизнесменами, с топ-командами, топ-менеджмента, я все время говорю, вы сумасшедшие, вот, и это правда, потому что они все время промахиваются, у них вот это вот, есть вот специфика, и они должны строить свое лидерство на своих характерах, хотя, как мы помним, что такое троица, троица, будь больше самого себя, это умение, сочетание в себе недостающих компетенций, характерных для представителей другого типа, вот я, например, человек такого аналитичного склада, да, я способен придумывать крутые штуки, но я должен научиться восхищать людей этими штуками, я должен научиться понимать, как люди принимают решения, да, на что они ориентируются, то есть, вот это социальное знание получить, и вот таким образом у нас с вами есть ответ на то, как стать лидером, значит, вы должны понять, что является вашей ключевой характеристикой, да, на чем будет строиться ваше лидерство, на том, что вы создаете что-то невероятно крутое, к чему люди идут, потому что там есть с чем разжиться, вы вдохновляете, одушевляете, да, и они движутся к вам, как мотыльки летят на свет, вот, и вы становитесь лидером таким, так сказать, высоко художественным, вот, или вы обладаете высокой степенью социальной компетенции, и, соответственно, это ваша способность организовывать, как бы, структуру команды, чтобы она друг друга усиливала, потенцировала ваши характеристики, и, соответственно, если у вас вот конструкторский тип, дальше вам нужно научиться вдохновлять, вам нужно научиться реконструировать других людей, да, обретать социальные навыки, если вы, вот, лидер-рефлектор с такой художественной, так сказать, натурой, вот, то вам надо научиться структурировать собственные идеи, знания, там, взаимодействия, бизнес-процессы, ну, если мы говорим про лидерство в бизнесе, да, или там организационные процессы в каких-то социальных вот этих группах, ячейках, я не знаю, если это какая-то общественная деятельность, значит, и если вы с таким центристским, а, да, и, соответственно, тоже социальный интеллект, вот, и если вы центрист с преобладающим социальным интеллектом, способностью людей комбинировать, вот, точно так же вам нужна настойчивость структурирования, вот, аналитическое, конструкторское, вот, и способность восхищать, да, делать такие фокусы, после которых люди будут говорить вау, вау, и, собственно говоря, двигаться вперед. Ну, как я вам сказал, все это уже непросто, потому что сейчас никому ничем толком не восхитишь, вот, цифровой аутизм у всех, поэтому сильно тоже их в команды не соберешь, значит, голубые океаны, судя по всему, сейчас слегка истощились, да, потому что то, что мы видим по нынешнему как бы динамике рынка, по большому счету, все, что мы сейчас используем, было изобретено до 2010 года, вот, сейчас идет просто оттачивание всех технологий, да, цифровые платформы были созданы до 2010 года, социальные сети были созданы до 2010 года, значит, поисковики и прочие, значит, до 2010 года, искусственный интеллект, вот, нынешний, да, с глубинным, с машинным обучением глубинным, тоже до 2010 года, то есть, короче говоря, мы сейчас, биотехнологии ключевые тоже были созданы до 2010 года, то сейчас с голубыми океанами немножко проблематика, ну вот, ну и с восхищением и, собственно говоря, социально сложно, вот, значит, ну, когда мы в рамках Академии смысла или просто я в своих книгах, когда мы в рамках своих онлайн-курсов, которые мы создаем, обучаем различным вот навыкам мышления, да, мы по большому счету прокачиваем вот эти характеристики, да, ну вот даже если посмотреть на Академию смысла, да, на первой ступени, на красной таблетке мы осознаем, где шоры стоят, да, для того, чтобы увеличить, так сказать, охват видения происходящего, на чертогах разума мы тренируем целенаправленное мышление, да, работу дефолт-системы мозга, вот, на троице мы научаемся использовать, как бы сказать, при использовать особенности каждого из трех типов мышления и сборки интеллектуальных объектов. То же самое касается, соответственно, и наших курсов, онлайн-курсов, да, на красной таблетке онлайн мы точно так же освобождаемся от границ и учимся эффективной социальности, то есть добавляем собственного центризма, вот, на курсе факт-карты мы изучаем как раз способность вот этого целенаправленного мышления в рамках конкретной задачи, вот, когда мы векторное кольцо, это наш ближайший курс, который мы запустим, я надеюсь, все сложится благополучно, и да, он, собственно говоря, это три разные способа сборки, вот, то есть, вот, если угодно, учим лидерство, вот, но другое дело, что вопрос, надо ли быть лидерами нам, вот, вот, в чем идея, да, зачем вы хотите быть лидером, я могу понять рефлектора, вот, почему, потому что для него лидерство, это не просто руководить кем-то, а это как-то себя ощущать, то есть, этому человеку важно чувствовать, что он исключительный, вот, и он неотразимый, он прекрасен, вот, для конструктора на самом деле нет вообще в принципе задачи лидерства, вот, они просто волею судеб, потому что способны придумать какие-нибудь суперштуки, становятся лидерами, вот, то, что касается центристов, это люди, для которых очень важна социальная, как бы, социальная гармония, плохое слово, но какая-то социальная здравость, так сказать, вот, всех социальных взаимодействий, справедливости, какой-то от каждого по способностям, каждому по труду, и так далее, и так далее, вот, поэтому, если говорить про, значит, центристов, ну, как бы, это-то скорее, значит, социальное принятие, поддержка, там, и так далее, то есть, условно говоря, мы всегда должны думать, зачем мы становимся лидерами, потому что, ну, то есть, вот, просто хотеть быть лидером ради лидерства, на мой взгляд, такая, ну, странная идея, опять же, каждый из типов решает свои, свою специфику в этом деле, удовлетворяет свои, так сказать, декомпенсирующие, избыточные какие-то ожидания от мира, и так далее, и так далее, и так далее, вот, поэтому я очень аккуратно отношусь к лидерству, и здесь нужно понимать, что очень многое, конечно, в лидерстве зависит от исторической ситуации, да, потому что это, лидерство неважно, это и лидерство в изобретениях, лидерство в, как бы, собственном проявлении, или лидерство в социальном таком аспекте, очень многое зависит от времени, да, то есть вот есть время, которое востребует лидеров определенного типа, вот, есть время, когда оно не востребует таких лидеров такого типа, вот, сейчас, как мы видим, все три типа, собственно говоря, стоят на стендбаре, вот, поэтому мне кажется, надо думать про мышление, про его, уметь его максимально использовать, вот, и, конечно, здесь во мне говорит центрист, очень важно социальная среда, вот, потому что социальная среда определяет вообще нас, да, вот, и в этом смысле навыки вот такого, как бы, организации социальных сред, комфортных, красивых, интересных, вот, это, ну, тоже, мне кажется, очень важная штука, ну, вот, ну, не знаю, насколько вам интересно быть лидерами, вот, и что вы с этим делом хотите делать, вот, я свою теоретическую часть закончу и перехожу к ответам на вопросы. Так, ну, что меня спрашивают студенты первого курса, так сказать, Академии смысла? Ильшат спрашивает, как лидерство устанавливается среди незнакомых людей и за какое время? По каким критериям мы понимаем, что перед нами лидер? Ну, я думаю, что я на значительную часть как-то этих вопросов ответил, значит, что нужно понимать? Значит, мы, лидер, в любой группе организуется автоматически всегда. Значит, вот вообще, ну, мы же, поскольку стайные животные, вот представьте, ну, все были в школе и знают, что, значит, что такое школьный класс, там появляется некая элита, да, самая красивая девочка, самый сильный или самый какой-то крутой мальчик, ну, вот, и там какая-то тусня-мусня, вот, и всегда есть изгои. Значит, но при этом теперь представьте, что мы возьмем этих суперкрутых детей из этого класса и отдадим их в другой класс, где крутость в среднее значительно выше, и они там попадут в изгоев, да, значит, а возьмем этих, которые изгои, и поместим их туда, где, как бы, еще менее, так сказать, жизнеспособные социальные особи находятся, и эти станут лидерами, да, то есть, на самом деле, лидерство останавливается автоматически, значит, в зависимости от того, что является приоритетом в рамках того или иного коллектива, от этого будет зависеть, соответственно, значит, кто станет лидером, вот, потому что, если у вас есть, ну, допустим, вы, я не знаю, поплыли в лодке или нет, вот, плыли на корабле, корабль бабахнул, вот, значит, все попадали, вот, и вы взяли лодку, кто-то сел в лодку, там собрался здесь человек в лодке, кто будет лидером? Лидером будет тот, кто знает, что там, куда лодку надо гнать, как пользоваться веслами, как давать команды, там и так далее, и так далее, и так далее, то есть, очень многое зависит вот в каждом конкретном случае, что будет, как бы сказать, в данной социальной общности, ради которой часто она и организована, что будет вот этим вот ключевым позитивной особенностью, важной штукой, вот, значит, соответственно, лидерство в этом смысле становится очень быстро, вот, вас можно собрать, 10 человек посадить в комнату, вот, и сказать, играть в монополию, вот, и лидер будет понятен через 10 минут, вот, другое дело, что, когда мы говорим про лидерство, таким, про лидерство в таком, так сказать, судьбоносном смысле, но вот про это я рассказывал, так, теперь в основной части своей лекции, так, про Ольгу, Ольга меня спрашивает, возможно ли органичное существование в нескольких ролях, рабочих и личных, в отношениях с одним и тем же человеком, так, вопрос понял, например, когда родители являются классным руководителем своего ребенка, или муж и жена работают в одной компании, один из них является непосредственным руководителем другого, возможно ли тот баланс подобных сочетаний ролей лучше избегать, лучше избегать, вот, потому что проблема здесь состоит в том, что социальные роли, это не просто взаимодействие двух людей, социальные роли, они играются еще в неком контексте, и этот контекст социальном, который начинает усиленно определять, да, вот, если, например, муж, начальник, жена, подчиненные, вот, то на нее влияет остальной коллектив, он ее, как бы, то есть, вот, например, если бы этот муж ей что-то сказал дома, вот, она бы ему сказала, иди в сад, вот, он бы собрался и отправился в него, вот, а здесь она не может этого сказать, и он что-то говорит, она не отвечает, а она думает про тех, кто на нее смотрит, вот, и поэтому здесь точно так же классная руководительница мама, ребенок, там, подшефтный, так сказать, да, но понятно, что ребенок будет зависеть от влияния других, других детей из этого класса, вот, и, ну, нужно понимать, что это влияние может быть очень деструктивным, вот, по крайней мере, на уровне психологических переживаний. Полина меня спрашивает, почему некоторые автоматизмы рушатся, а другие могут годами работать и никак с ними не получается расстаться, как с ними быть, что делать? Ну, я здесь сейчас не очень понимаю про, что имеется в виду под автоматизмами, вот, то, что автоматизм это, вообще, что это такое на нейробиологическом уровне, да, это то, что Иван Петрович Павлов называл динамической стереотипией, да, то есть, весь наш мозг постоянно стремится к динамической стереотипии. Значит, вы в этом дне сегодня, ну, вряд ли делали что-то очень сильно оригинальное, то есть, скорее всего, вы воспользовались теми знаниями, навыками, привычками, там, и прочим, и прочим, и прочим, установками, мировоззрением, вот, которого у вас было до этого создано, вот, и, ну, вы просто по-другому в этом дне сегодня это дело проконфигурировали, вот, поэтому все является в этом смысле привычкой, и понятно, что часть из этих привычек, оно лежит на наших базовых потребностях, поэтому их сложнее переделать, да, вот, есть те, которые мы не осознаем как привычки и так далее, но тут есть всякие разы нюансы, поэтому пока не очень понял вы, что надо бы конкретизировать. Сергей меня спрашивает, вопрос по развитию мозга у детей, неожиданно, так, надо ли способствовать тому, чтобы у ребенка был большой круг общения для развития его когнитивных способностей, насколько вредны или полезны формирования гибкого мышления так называемые враги, противостояния, переживания и соревнования в детском возрасте, значит, ну, мы сейчас как раз готовим, у нас будет онлайн-курс, который называется «Счастливые родители», и я там про это все очень подробно рассказываю, вот, поэтому будет скоро где-то, я думаю, через месяц, через полтора альфа-версия запущена, можете прямо туда присоединяться, вот, или уже потом пройти этот курс, значит, ну, если совсем коротко, наш ребенок разный, в разные периоды своего существования, и до трех лет он вообще абсолютно эгоцентрик, да, до семи лет он такой эгоцентрик, выглядывающий вовне, вот, и смотрящий на людей как на функционал, да, с семи до десяти лет это, вот, младшая школа, так называемая, это период освоения неких формальных социальных ролей, и только в десять лет ребенок начинает реально у него развиваться, то та самая дефолт-система, ну, она развивается и до этого, но здесь ее, как бы, такой экспоненциальный подъем, вот, когда у него начинает работать вот эта способность сферы врагов, противостояния, переживания, там, и так далее, ну, или он просто не имеет какого-то такого серьезного жизненного потенциала, и такой весь в себе, и, как бы, все в граблу, видал, вот, но если у него там шило в одном месте функционирует, то, поверьте, он сам в различных, а дальше пубертат, понимаете, там враги, доброжелатели, недоброжелатели, они просто множатся, как, все равно невозможно, социальность как раз и формируются в этом напряжении, да, социальность это не то, что друг друга погладили по головке, да, вспомните, я часто цитирую политику шимпанзе Франца де Валя, да, это война, да, которая прикрывается поглаживанием, грумингом, как бы, сказать, разделением всяких сладостей, там, и так далее, это напряжение всегда будет возвращаться, социальность это такая вещь, Игорь меня спрашивает, в моментах, когда супруге требуется максимальная поддержка с моей стороны, у меня возникает чувство агрессии и желания побыть в одиночестве, почему это может происходить и как изменить свои эмоции и отношения к происходящему, Игорь, может быть много ответов на ваш вопрос, причин может быть много, в зависимости от вашей ситуации, потому что, значит, начиная от того, что вы можете использовать какие-то ролевые модели, не вполне их осознавая, у женщины возникает потребность в сильном мужчине, а у вас это провоцирует защитную реакцию и уход, так сказать, в тихо под диван, это может быть связано с тем, что вы не знаете, как помочь и как правильно отреагировать свои эмоции, у мужчин часто с этим возникают сложности, как правильно свои чувства проявить, в результате агрессия является просто защитной формулой, когда я не могу, не знаю, как поступить иначе, самое эффективное в этот момент как сказать, или сагрессировать, или сбежать куда-то в одиночество. Наконец, это может быть нежелание брать на себя ответственность, но это может быть ситуация, при которой женщина так просит о поддержке, что это по другим механизмам, потому что вы, как бы, например, не любите манипуляции, их как-то инстинктивно считываете, а женщина просит о поддержке, используя какие-нибудь такие ходы, такое тоже может быть, и вы реагируете не на нее, не на ее просьбу, а на эту манипуляцию, вот, агрессии, это тоже может быть таким фактом, то есть тут много вариантов. Юля меня спрашивает, мой рефлекторский радикал мешает мне быть лидером, меня не воспринимают всерьез, что делать? Дорогая Юленькая, значит, если вас не воспринимают всерьез, значит, это факт, да, если вы, это вот реальность такова, что такое мышление, да, это конкортируем реальность максимально адекватно, вот, если мы понимаем, что вас не воспринимают всерьез, значит, нет того, почему в нас, да, почему нас, мы должны вызывать чувство восхищения, какого-то восторга и так далее. Поэтому задача – придумать, каким образом вы можете... Это, понимаете, как вот... Представьте себе актера. Вот он одну роль попробовал, другую роль попробовал, третью роль попробовал, и вдруг он выполняет какую-то роль, в которой он просто находит самого себя. Она, возможно, не такая, как он себе представлял. То есть он всю жизнь хотел играть хороших героев, и у него получалось это плохо. А потом вдруг ему дали роль плохого мальчика, как это, бэтбой, и он ее сыграл так, что просто невозможно глаз отвести. И он-то не думал, что именно через это лежит его путь к успеху, потому что он себя пытался как-то по-другому представить. Вот. Поэтому найдите то, почему другие люди будут вами восхищаться и будут смотреть на вас за вооружен. Так. Анна меня спрашивает. Это седьмой вопрос. Дальше пойдут вопросы из трансляции. Видимо, я даже что-то из этого успею и из трансляции кого-то спросить. Итак, Анна. У меня часто вызывает агрессию один мой коллега, но у меня с ним несколько рабочих задач. Что делать со своей агрессии в данном случае как ни раздражаться, чтобы не пострадала работа? Ну, мы на красной таблетке, а вы как раз, я так понимаю, на красной таблетке учимся реконструировать других людей. Поэтому это самый эффективный способ снизить вот этот вот первый запал конфликта. Второе. Значит, вы должны перестраивать мышление про происходящее. Вы думаете, что он к вам относится как к человеку. Ваша задача самой перестать относиться к нему как к человеку. Ну, в смысле не то, что он вас там любит, не любит, вы нравитесь, вы ему не нравитесь и так далее. Если вы на производстве, вы занимаетесь функционалом. Если вы сами так перестроите свое мышление, это вас, безусловно, обогатит возможностью различного репертуара действий. В противном случае вы будете обижаться, раздражаться и так далее. А любая ваша эмоция, они же эмоции заразны, они порождают ответную реакцию, эмоции на эмоцию дают дополнительный такой скачок интенсивности переживаний. Поэтому вторую составляющую это перевести внутри вашей собственной головы отношение в функциональную плоскость. И, наконец, иногда бывают ситуации, когда ничего нельзя сделать. Ну, то есть, вот зашла, нашла коса на камень и стало всем дурно. Помните, что всегда есть другое поле. И вполне возможно, что это хороший повод, и вы засиделись в данном, на данном проекте, на данном проекте, на данном месте работы, еще как-то. Ну, то есть, вот, условно, иногда нужно воспринять это как возможность, которая вас будет подталкивать, что-то новое осваивать, чем-то новым интересоваться, переобучаться и так далее. Иногда, вот, если бы, что называется, враги не помогли, значит, сами бы не сделали. Вот, может быть, это так надо использовать, тоже будет неплохо. Ну, что, торжественно, смотрите, у нас еще 7 минут, и я перехожу к вопросам, а что с трансляцией, я сегодня просто сверх скоростной лектор. Вот, вопросы. Вы считаете себя лидером? Спрашивают меня, значит, из вашей, все из вас тут. Значит, вы считаете себя лидером? Нет. Я чувствую на себе ответственность как на лидере, потому что у меня очень много людей, за которых я несу ответственность в связи с деятельностью. будь то это Академия смысла, будь то это Лаборатория нейронаук, будь то это онлайн-курсы, будь это Высшая школа методологии и так далее, и так далее. Много разных проектов. И я скорее ну, я центристского типа, поэтому я могу как-то команды создавать и как-то их организовывать. Вот, в этом смысле очевидно я могу быть лидером. ну, то есть, я много лидировал различных штук. Вот, я просто сейчас чувствую себя немножко уставшим от человечества, чтобы продолжать лидировать. Можно я уеду в Ямалайи, если никто не возражает, я как-то полидирую что-нибудь другое. Так, а как стать лидером сбалансированного типа или конструктору. Ну, вот конструктору, я уже сказал, ищите голубые океаны, которые, возможно, ваш мозг может создать. Вот, то, что касается сбалансированного типа, значит, это очень хороший тип. Понимаете, все дело. Вот, люди ищут лидерство, потому что они неспокойны в жизни. Вот, если вы сбалансированный тип, вот, вы, ваш маятник движется в процессе, а не болтается, так сказать, поперек всего происходящего. Поэтому, ну, нет ничего плохого в том, чтобы не быть лидером, вот, а получать удовольствие от того, что вы делаете. Хотите прямо быть лидером со смешанным типом? Ну, как-то, не знаю, сбалансированным, когда все три, да? Ну, подумайте об этом. Так, ну что, третий вопрос. Как заходить в компанию на руководящую должность, если команда сотрудников уже есть, чтобы показать, что вы лидер? Значит, это очень непростая штука, вот, поэтому, значит, готовьтесь. Единственное, что будет вашей силой, это ваша компетентность. Значит, вот, кроме социального интеллекта. Значит, социальный интеллект первичен в этом смысле, да? Ну, то есть, умение понимать каждого человека, выказывать ему должная степень, уважение, если это центрист, восхищение, если это рефлектор, заинтересованность, если это конструктор, вот, то есть, здесь, конечно, нужен социальный интеллект и навыки, да, коммуникации, вот, но дальше вас будут судить по тому, что вы собой представляете как специалист, вот, если люди почувствуют, что вы где-то плаваете, вот, это будет для вас, поэтому, помните, вы постоянно сдаёте профессиональный экзамен, да, то есть, вот, если вы врач и вы приходите руководить каким-нибудь больницей, да, вот, но, боже вас упаси, понимаете, не, как бы сказать, ляпать диагнозы мимо кассы, вот, и так далее, ну, как бы здесь очень важно, конечно, эту, эту компетентность, собственно, профессионализм, да, а это всегда мышление, это сложность карт реальности в той сфере, в той области, которой вы занимаетесь, поэтому факт карты это то, что крайне необходимо, когда вы заходите в новые коллективы и когда вы просто прокачиваете свои компетенции, то тоже таким образом вы можете увидеть слепые пятна и совершенствоваться, чего я вам от всего сердца и желаю, вот, спасибо за этот эфир, где здесь шкаф с такими полками, сделайте своими руками, я свой первый книжный шкаф сделал своими руками, это я на произвольные вопросы с трансляцией отвечаю, вот, английский стиль во всем, у меня здесь больше греческий, античный, ну все, спасибо большое за внимание, за вопросы за ваши, и надеюсь, в общем, что-то было из этого вам полезно, за всем я с вами прощаюсь, пока-пока, так, куда-то нажать надо, и надеюсь,